я не звонил вам не знаю может быть нечаянно нажали нет я вообще никому не звоню Ага все понятно Игнатий раз уже раз позвонила значит я спрошу вас значит я Артемию написала значит насчет лагеря значит он пока мне ничего не ответил значит молчит ну я не знаю может быть как-нибудь может быть я увижу его там или встретимся как-нибудь переговорим это первый вопрос второй значит вопрос значит о крещении можно ли допустим пока мы дома подготовиться или почитать какой-то материал чтобы принять действительно уже правильное чтобы было крещение какие-то может быть вопросы поучиться значит на вашем материале Ну я вам скину сейчас поговорим я прям здесь же внизу скину какие будут вопросы хорошо 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 вы заранее можете все написать эту бумагу потом представите Ага хорошо так вопрос вы здесь там где находитесь ходите в храм то да ходим в храм ходим исповедуемся причащаемся а нельзя ли так чтобы как-то со священником поговорили даже вы поступите как-то там неизвестно чтобы он знал что вы едете в гости или вы не хотите это Нет я могу поговорить то есть проблем в этом нету поговорите с ним и скажите вы отца Геннадия Фаса знаете скажите в Абакане Так ага запишите Так сейчас напишу сейчас я возьму листок у него подозрение будет у священника он подумает куда она поехала может куда-то нехорошее место А вы ее спросите в Абакане в городе Абакан в Хакасии там недалеко от вас в Абакане храм Константина и Елены Там служит отец Геннадий Ага он такой иерей или Протоиерей Протоиерей Ага все Он магистр богословия запиши Так Это очень редкое звание такое Магистр богословия Записала Он когда-то был преподаватель Томского университета Ага Геннадий Фаст Фаст Записала Вы его спросите скажи вы его знаете или нет Так Если он знает его то скажите сделайте запрос об Игнатии Лапкине То есть это обо мне Так И он ему тогда скажет кто а почему его спрашивать надо потому что он в моем доме обратился он немец и из минонитов пришел в православие Так Но это для него будет очень большой авторитет и он чтобы вас благословил батюшка тамошний то чтобы мы были друзьями Хорошо Хорошо Это мы идем законом путем все как положено Хорошо Этот батюшка служит московской патриархии Хорошо Ну вот если значит это получится вы тогда на меня еще выйдете Ну на на той неделе я вам разрешаю потому что тут так Такая обстановка ваша обычно я назначаю там через две недели Хорошо Мы сейчас уезжаем в день деревни я уже в понедельник буду опять здесь Хорошо Ну ладно Какая тут ошибка была я не знаю я вас не я никогда не звоню никому Все все ну просто как бы не отвеченный вызов может быть просто нечаянно как то получилось я Не знаю Да 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 все понятно Не знаю Значит так воля Господа наверное была что надо Ну да чтобы вы это знали я вам скину сейчас приблизительные вопросы ну это ваша вера вы читаете пока Евангелие что с собой брать я вам написал нет Да 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 все написали Все теперь чтобы ребенка то вам разрешили взять там муж или кто там Да да Что если разрешение нет напишите какую то что бумагу написал или как скажи я еду отдыхать еду в гости а там дальше будет видно Да 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 Иначе отсюда что то кто то там будет говорить или задерживать а у вас никакой бумаги даже нет Свои документы рождение ребенка свидетельства все возьмите с собой Все понятно все я всегда всегда слушаю То что мы живем на территории Российской Федерации и у нас приезжают и проверяют везде обстановка бывает неспокойной Чтобы у нас не было ну неприятностей Да 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 я все это возьму конечно Мы законопослушные граждане у нас все идет как надо Государственная школа электричество все но все православные все православные Поэтому у нас 14 на этой неделе в конце Ну иди мне надо что-то ответить иди мне надо Ну я просто не понимаю твои вопросы скажи Все может вопросы решить Да здесь просто у меня тоже она прихожанка нашего храма Ну и не пускай идет Не хочет показаться вам Ну значит она просто задает такой вопрос можно ли ходить на выборы Ну как гражданину можно ходить но я никогда не хожу там уже все выбрано это насмешка делается Это насмешка над людьми Кого выбирать то ты их никогда в глаза не видала Их выбирают они народ грабят и грабят жить не на что Всю страну отправили в Израиль да в Америку Кого выбирать то когда они Они творят такое что считаешь из них одна треть только уголовники Уголовники дали сейчас таблицу кто-то отсидел Ну они своих туда проталкивают Можно ходить если тебе больше делать нечего Ты выбери господа и скажи господи Я буду делать по-божьему Подчиняться будут только в том что не против Евангелия Вот мы так делаем У нас я не знаю кто ходит или нет я никогда не ходил ни разу В армии пошел один раз написал что все это фальш обман бросил в урну и ушел Кого выбирать то если бы были там верующие вот выбирали коммунист и христианин Я бы с ним заранее познакомился побеседовал конечно свой человек там он заботится о бедных Кому помочь там бабушке какой уголь привезти это все в них входит компетенцию можно было бы Ну а так кого выбирать когда они там горлохваты такие сидят Грабят людей только Все понятно Ну и надо молиться Вот мы молимся за президента за председателя совета министров Там Медведев Путин Мы каждый день их поминаем в молитвах Что было мирное время Чтобы на них покушения не было Что Бог их вразумил Дал им ума Да Мудрые законы издавать Чтобы народу там маленьком вздохнуть можно было Да да все понятно Ну я в общем то тоже Я согласна тоже с вашим мнением Я тоже не хожу на выборы Нет Только вот Все Ну у нас просто понимаете Вот у нас город закрытый Да сам по себе И у нас вот заводчане допустим Они все без исключения входят на выборы Потому что это идет принудитель Принудиловка такая Значит если не придешь на выборы Да там уже сидят представители завода Значит на всех этих пунктах выборных И значит если кто-то не пришел Того значит Могут даже лишить вплоть работы То есть вообще Это просто действительно Беспредел такой Ну тут уж еще не сделаешь Лучше лишиться работы Чем души лишиться Скажут Когда его изберут Он что попало будет делать Скажут А вы его выбрали А я его не выбирал Где она война идет Что делает Я только молюсь У меня нет никаких рычагов Да Мы молимся о том Чтобы не было покушения Чтобы Бог дал мир Израилю, Россию, Украине, Сирии Чтобы жили мирно Чтобы покаяние было открыто для людей Ну а еще больше сказать Да Да Ну в общем то да И у меня как бы это самое Вот просто был такой вопрос Да Чтобы приехать уже в подготовленный допустим К крещению Потому что действительно хочется уже принять Истинное крещение Не было у нас такого И это было в восемьдесят девятом году Когда я крестилась И у нас батюшка только так В Кемеровской области я крестилась И батюшка только так Побрызгал меня водой И все И то есть там вообще У меня даже не было помазание или нет Даже этого не помню Это обман Это обман Стопроцентный обман Да да Это они от католиков научились Это католическая ересь к нам проникла А они оттуда с запада все понаехали Священники бритые И вот это безобразничают Курят И мы тут мучаемся с ними Ничего не сделали И сделать еще нельзя Только плакать и молиться И искать где можно хоть маленько А вот у нас все это исполняется Как положено Они сказать еще не могут Вот сейчас мы и едем В деревню Это наша где-то Которую строим то В воскресенье Приезжает из патриархии Митрополит Со священниками У нас очень хорошие отношения Бог дал нам такого Митрополита Там до этого были сложные отношения Он нас притеснял Ну как притеснял там Священники там может Может даже и не он Но отзывался он недобро А потом в конце уехал Его патриарх там видимо давнул Чтобы с нами в хороших отношениях был И он сразу сменился Ну что скажешь Все за себя отвечать будут Прости господи не вмени Да 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 Прости господи Так что Ну вот у нас допустим Крещение девятого будет Вы хотя бы с числа седьмого Уже надо приехать Чтобы дня Девятого июня Я ля ля Июля Ага Июля Угу Потому что седьмого будет И так называемый Иван Купала Угу Водой то обливается А почему обливается Люди не крещеные Они обливают Да 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 Как язычники У нас время так и говорят Не понимают И Росли мы в этом В этом божее росли И никто нам не объяснял Ну видите как Это седьмого Седьмого рождения Яна Крестителя А Христос Христос Ему было сказано Он на шесть месяцев Моложе Седьмого этого И января будет Седьмого января А благовещение до Христа Седьмого Седьмого апреля На девять месяцев Благовещение это зачатие Ровно через девять месяцев Прождество Христово Женщина же девять месяцев Христа Да 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 Видите тут Даже Ну не по-божественному Один только день засыпись, Рождество Христа, и уже все понятно. Когда будет рождение Ивана Крестителя, когда Благовещение. Они все по семерке связаны, ровно, по месяцам. Все понятно. Значит, я еще хотела по поводу лагеря, значит, задать такой вопрос. Там вот вы написали, что нужно удочку с тобой привезти, да, что вы детям, дети там могут рыбачить ходить, да? Ну да, у нас рыба там мелкая, гальяны. Они на берегу сидят и любят рыбачить. В удочках несколько там, которые, удочку только такую, завернуть во что-то, а удилище-то его можно здесь вырезать любой прутик. Хорошо, хорошо. Вы только еще там написано, чтобы у вас это все было. Да, 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 я все прочитала, все уже выписала, путь дороги уже свой, значит, что-то самое, написала все на листочки, значит, еще потом несколько листочков сделаю в разные карманы, как вы пишете. Я всегда как бы еду в дорогу, всегда в разные карманы что-то ложу, там, телефоны там или еще, потому что это где-то замешивался, где-то там выровнял, где-то, ну, ситуация разная в дороге бывает. У нас за месяц, месячные 6,5 тысяч. Вот, а там дальше, как видно, будет. Мы же покупаем все. Да, да, да. Нет, я не сплю, это напрасно. Закрыто. Если закрыто, это не означает, что я не сплю. С 9 у нас личное время на молитву. А то сплю. Вы ему скажите, потому что, ну, утром уже нас может не захватить он. Нет, не знаю, что ли. Нет, не знаю. О, правильно, пускай он к нему и завезет. А он-то ко мне тут, я тогда запру раньше. Все, договорились. Ну, а дальше продолжай стряпать, как было. Мы едем-то на 2 дня только. На 2 дня едем-то, на 3 дня. Ну, вот, все. Спаси, Христос, с Богом. Так. Я вам хочу выразить большое, большое благодарность за то, что вы стынули значительные ролики. Я посмотрела там ролик общения с Сергеем Казбовым. Я просто преклоняюсь перед этим человеком. Действительно, Божий человек. То есть, дарованный нам грешным, вот таким, для вразумления нас. То есть, вот, насколько у него сильна, вот, утвержденная сейчас вера. И вот по своей немощи, казалось бы, да, по инвалидности, он делает такое чудо. Вот, ну, вообще, вот, я даже не могу выразить, у меня даже, вот, нет, даже не могу подобрать таких слов, значит, благодарности ему, значит, о том, что он творит такое добро и дарит людям. И любовь свою, и иконописец такой замечательный. У него такие иконы вообще просто... Я таких икон, если честно, нигде не встречал. Так у него пальцы, пальцы не работают. Вот так скрючено, вот плечевым суставом, вот это место он так передвигает на мышке, вот это, вот этим местом работает-то, сдвигает. Я тоже не знаю, как это. Это вообще, это просто дар Божий какой-то, действительно, Господь, да. Это герой нашего времени. Это вообще, и он столько лет в таком положении, 13 лет. 14 лет уже, 14 лет. Уже 14, вот, это вообще, это... Дай Бог, конечно, ему силы, здоровье и терпение, и вообще, ну, конечно, ему надо сейчас, вот, как сказать, люди, к нему разные обращаются, и ему надо, как, ну, чтобы Господь силы давал, потому что для этого действительно надо очень большие силы иметь, чтобы говорить и общаться с нами, такими грешными людьми, и обращаются это люди всякие разные. Да. Ой, я вообще благодарна этому человеку, не знаю, как. Я прям смотреть без слез не могла, у меня прям ручьем слезы стекли, думаю, Господи, какой же ты милостивый к нам, и всех любишь, всех приводишь к Богу своими путями, к себе приводишь к своими путями, потому что действительно пути неисповедимы Господни. Вот, я вот уже убеждалась на тысячу раз в своей жизни, что Господь нас всех любит, и грешников, и праведников всех абсолютно одинаково. А грешников, мне кажется, даже еще больше любят. Кающихся, добавляй, кающихся, а не кающихся, он истребляет, уничтожает войнами, разными землетрясениями и прочее. Кающегося грешника. Кающимися, да. А не кающийся, он враг Божий. Господь о любви не говорит. Он говорит, ненавижу вас, Господь говорит, истребляю вас, в живых не оставлю, проклинаю вас, Бог говорит им, что вы не познали Бога, не хотите, поэтому познать Бога. Мы как будто бы никакие незнатные, никто, но зато мы знаем Бога, мы с Ним подружились через Христа Иисуса, что Христос умер за наши грехи, что Он наш Спаситель, что Он нас бережет и ведет. И нам нужно только любить Его. Если, говорит, любите меня, соблюдете мои заповеди. Вот так. Так вот, беда-то в том, Геннадий Игнатий, что мы, так сказать, вот вроде и читаем литературу, да, вот у нас очень много литературы православной, сколько книг Господь даровал по своей любви и милости, что, значит, читай, внимай, значит, приводи себя в состояние, значит, Христова, да. Ну, вот настолько вот немощь нашего человеческая погрязла в этих мирских делах, что мы, вот я даже, я не говорю, что там мы, вот я сама про себя говорю, да, что я понимаю, что я грешу каждый день перед Богом, что Он терпит меня, как бы я там ни грешила, да, что Он ведет меня, что я и каюсь, конечно, и стараюсь этого не делать, но все равно нет, нет, спотыкаюсь опять на том же ровном месте. Думаю, Господи, ну как же Ты можешь терпеть меня за одни и те же грехи, постоянно иду, практически повторяются одни и те же грехи. Вот меня вот это, как сказать, вот эта прям беда меня просто гложет иногда, иногда я прихожу прям в такое, как сказать, не то, что отчаяние и уныние, а просто вот, как сказать, вот душа вот как будто на лилке кусочек вот так разрывается от того, что не получается у меня смирения, не получается у меня терпения, нет вот, вот Господь, как сказал, будь кроток и смирен, да, вот нет у этого, вот как вот достичь вот этого, ну как ты молчание молчание за не получает маленькое воображение развиваешь что тебя за это будут бить вот бывает такой бойный человек но как только его арестовали в тюрьму там его в один день научат ходить по одной плашке и все потому себе только так вот раздухарились как попало ведем себя а как господь закрутит гайки то и все ничего и нету какие там бывают бандиты или что-то выходят из камеры семь человек а их ведет на прогулку там такая синочка стоит там смотрите на что но за ней то там другие с автоматами и она сказала встать раздвинуть ноги поднять руки и они стоят все он один боюсь щелчком пришли а тут он знает что его ему ребра подвесят за ребра подвесит его он знает что это ему жизни кончится и поэтому мы должны воображать что перед богом ходим можем каждую минуту секунду умереть и как я могу опять одно и то же одно что это значит какой же ты христианин то значит благодати духа святого нет апостол иоанн говорит верующим сына божия не грешит то есть он ни к этому не стремится если ты узнал ты будешь бороться отходить от этого просить бога чтобы он избавил тебя а как так я грешу и грешу и что мы хвалимся этим или что вопрос какой вы не можете там медицинскую справку взять она требуется о кожном заболевании мы можем можем я уже поняла это любой лагерь такой кожное заболевание и на отсутствие гельминтов называется там ну внутри бывает все мы привезем но остальное у вас есть я вам сейчас скину приблизительные вопросы какие-то у нас будешь а ребенок спрашивает изоленту можно туда взять зачем он крутит палки у нас детства он у нас детства с самого рождения он только вот родился только начал ходить он я не знаю почему он везде с палкой и он вот до пяти лет он не то что молился он находил на улице он прям пел молитвы у нас и особенно пел молитвы у нас до воскреснет бог и раскачаться вот эту вот молитву прям он выходил мы говорили мы ему запрещали мы его ругали чего мы только не делали он как выходил на улицу он все время гуляет практически один без друзей как-то вот но это уже потом по приезду я так думаю что мы пообщаемся с вами так никаких палок у нас не разрешается носить когда играть будете такие вот палки с называется городки вышибать там можно а ходить чтоб кого случайно в глаз не ткнули мы бережем чтобы не напоролся не упал видишь как они иногда дети просятся пасти они ходят у меня человек 10 по с пастухами вместе а им воды берут с собой даем там пряники что когда есть хлеба они до обеда пасут а потом гонят скотину вместе на степи там святы все овечки и коровы видишь как здорово так что вот я так думаю что господь устроит и мы приедем ну смотрите смотрите лично здесь говорить не будешь да 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 не стрекочи научить сейчас уже молчать спасибо спасибо вам за все с богом все с богом отключай нас можно